Здравствуйте! Еще раз хочу поблагодарить организаторов моих любимых за приглашение и с удовольствием очередной раз приехала в мой любимый город. И разрешите представить доклад о лечении лимфом. В общем, лимфомы, наверное, это не редкое заболевание, и каждый онколог встречается, ну, больше всего, конечно, это и гематологи, которые имеют дело. Но, в общем, в жизни радиационного терапевта лимфома занимает очень важное место. Лимфом бывает хочетский, нехочетский, вы все это знаете, классификацию, я здесь его не буду приводить. И по отношению к хочетскому лимфому выделяют клинические факторы риска. В зависимости от различных групп, которые, допустим, вот европейская группа по изучению рака и совместно с итальянской группой, корейской группой, немецкая группа, они немножко различаются в определении факторов прогноза лимфом. Но в одном они сходятся, это скорость увеличения седиментации ретроцитов, если составляет более 50 мм в час. Но здесь еще есть разграничение, допустим, группы лимфатических пораженных групп. Допустим, европейская группа выделяет, и также возраст, да, европейская группа выделяет, что возраст имеет значение, если это старше 50 лет, и, допустим, корейская группа, и они, значит, выделяют старше 40 лет. Потом немецкая группа, допустим, вместо возраста ставит на первое место экстранодальное распространение, и также, если поражаются более 2 лимфатические региональные зоны и 2 остальные группы, они сходятся во мнении поражения более 3 лимфатических групп. Почему это имеет значение? Мы это дальше посмотрим, потому что как раз это тоже влияет на выбор нашего поля и выбор наших доз. Значит, лучевая терапия всегда занимала основное ключевое место в лечении лимфом, и у нас это никто не забирал. Но в чем изменился именно подход по лучевой терапии? Вот на этом слайде вы можете посмотреть, здесь этот лазер, вот этот, да? Вы можете посмотреть классические поля, каким образом это облучалось. Если опухоли образовывались в верхнем медицинальной области или в шейной области, тогда облучалась полностью верхняя часть, включая подмышечную область, это так называемое манто. Если лимфомы образовывались в брюшной полости, ну тогда включался еще в облучение селезенка. И если опухоль образовывался, значит, в малом тазу или в большом тазу, ну тогда вот знаменитая, так сказать, перевернутая Y, в которой облучались все регионы, все направления паховых, и паховая, и тазовая, и бедренные области. Значит, что еще было и что изменилось? Стандартно применение доза облучения составляло не менее 36 Грея и доходило до 40 Грея. Это ходжинская лимфома, которая является более чувствительной к лучевой терапии. Понятное дело, что применялось 2D, после 2D они перешли на 3D планирование. Мы говорим о том, что было несколько, так сказать, 10 лет не назад. И, безусловно, подавая такие дозы, если у нас имелись поражения в средостении, практически эта же доза доставалась и на перикарды, и на магистральные сосуды. И при этом, безусловно, что легкие получали достаточно немаленькую интегральную дозу. И что еще важно при облучении пациенток женского пола, значит, молочные железы тоже получали интегралную дозу. Значит, что происходит, никто ведь об этом не говорил. Мы говорим о том, как мы хорошо лечим пациентов, какие у нас прекрасные результаты, но потом никто не говорил, что с этим пациентом происходит спустя 10 лет. Что происходило спустя 10 лет? Ведь ходжинская лимфома – это свойственное в основном заболевание для пациентов молодого возраста. Это, конечно, кардиопатия, это фиброза измелья легочной ткани, и вторая опухоль, зачастую саркомы, и саркомы также молочных желез, в которых об этом очень много публикаций. Я сюда это не буду приводить. И, значит, здесь рассмотрим несколько аспектов, в которых я выделила результаты лечения лучевой терапии, потом роль ПЭД, которая сейчас уже основательно утвердилась, и есть ли такие субгруппы ходжинской лимфом, которые выигрывают или не выигрывают от лучевой терапии. Ой, очень плохо видно. Я-то вам скажу, что здесь, значит, что касается результата лечения лучевой терапии ходжинской лимфом – раны стадии. Это мы говорим о стадии 1А и 1Б. Значит, сравнивались несколько групп, которые вместе с химиотерапией меняли дозу лучевой терапии, то есть была одна группа, в которой давали 30 грей после 4 курса АБВД или 6 курсов, и вторая группа, в которой давали 20 грей. И какая была в этом разница? Никакой разницы в ответе практически не оказалось. Опухоли при ранных и благоприятных прогнозах ходжинской лимфом они отвечали практически 94-100% таким же образом, как и 30 грей и как и 20 грей. После введения ПЭД это перевернуло ключевым образом подход облучения лимфом. Потому что если мы раньше облучали огромные поля, включая все лимфатические регионы, после подключения ПЭД мы уже стали выделять те группы лимфатических узлов, которые именно накапливали еще метаболическую активность опухолевых клеток. Значит, здесь тоже показываем результаты лечения лимфатических узлов и именно здесь у нас выделяются две группы, в которых пациенты получали только лучевую, только химиотерапию, и вторая группа только получала химио-лучевую терапию. Здесь обратите внимание, на этом слайде интересно то, что процентность развития вторичных опухолевых у тех пациентов, которые получали дополнительную лучевую терапию, это было 1,33% versus 5,1% при получении только химиотерапии. И смертность составила 1,8% при дополнительной лучевой терапии versus 6,1%. Не забываем, что мы говорим о ранных стадиях ходжкинских лимфом. Значит, что произошло, анализируя все эти результаты, они пришли, группы пришли к выводу, что существуют такие группы, при которых не обязательно дать дополнительную лучевую терапию, и это также основано на применении, это мы проскочим, значит, это тоже основано именно на применении ПЭТ и контрольной ПЭТ после определенных курсов. Вот такие знаменитые, значит, поля, которые вы, наверное, все знаете, вот эти 70-е годы, когда облучался громадные поля, и, значит, в 95-м году уже ввели определение IFRT, это, значит, вовлеченное поле, и с 2008 года мы уже променяем вовлеченные лимфатические узлы, уже не поле, а именно вовлеченные лимфатические узлы. Вот именно на этом слайде вы можете посмотреть, что облучая или, то есть, эта группа, на этом слайде сравнивается две группы, в которых у них благоприятный прогноз и факторы риска хорошие или нехорошие факторы риска. Именно в зависимости от этого мы выделяем те группы, которые мы можем дать лучевой терапии, и которые мы можем не дать лучевой терапию. Такая группа существует. Эта группа именно стадии 1А, и при котором, значит, проводились исследования, что после получения двух курсов АБВД, они делали ПЭТ-исследование, если ПЭТ не накапливал, то есть, показывал полностью исчезнование метаболической активности опухолевых клеток, они продолжали до 4 курсов химиотерапии, даже не давали лучевую терапию. И именно такая группа и выигрывает, а то, если мы не будем давать лучевую терапию, потому что мы избавляем эту группу возможных поздных осложнений и токсичности, которые может приводить вторичную опухоль или давать нагрузку на сердечные сосуды. Но та группа, у которых имеется первая Б стадия, вторая А, вторая Б, у которых, потому что мы знаем, что при четвертой стадии лимфомы и лучевой терапии туда не влезаем, это полностью отдается гематологам и химиотерапевтам. Значит, говорим о тех группах, у которых есть неблагоприятные факторы прогноза, как раз лучевая терапия остается основным составляющим методом после получения химиотерапии у такой группы пациентов. Значит, в чем тоже произошло изменение подбора именно техники лучевой терапии? Вот это верхний слайд, это у нас имеется в 3D, и в нижний это IMRT. Конечно, мы не можем никак избавиться от интегральной дозы на легкое, потому что, как мы туда не подходили, все равно у нас есть поля, которые заходят на нашу цель, но зато мы значительно можем уменьшить нагрузку на спинной мозг, практически отходя от него. И также на перикарду в определенной части, где здесь в 3D полностью практически эти поля встречные, или как бы даже если это 20 грей, все равно все органы риска получают такую же полную дозу. Хотя, конечно, молочные железы здесь отграничить это очень сложно, все равно какая-то минимальная доза попадает на них, но от этого риска мы никак не можем уйти. Значит, можем ли применить лучевую терапию как самостоятельный метод лечения? Да, мы можем применить как самостоятельный метод лечения в том случае, когда химиотерапия каким-то образом невозможно подвести к данному пациенту. Есть определенные показания жизни или токсичность, или непереноснимость, или возраст. В общем, разные факторы. В этом случае, значит, если у нас в случае нехочкинской… А, переходим к нехочкам с кинодальным лимфомам, которая – это вторая группа, значит, такого, этого заболевания. В этом случае, каким образом, на что мы основываемся? Опять мы основываемся на ПЭТ. Это фундаментально. Если у кого-то нет возможности применения ПЭТ, тогда нужен быть компьютер с контрастом, или обязательно сравнивать с предыдущими сниками до начала химиотерапии. Если применение химиотерапии не применялось, тогда мы ориентируемся, конечно, на вовлеченный лимфатический коллектор. ДТВ у нас обязательно должно быть хорошо визуализирован. И не забывайте, что СТВ должен включить также и соседние лимфатические узлы. То есть, допустим, в этом случае этот паховый регион, отходя от сосудов, включая возможные микрометастатические распространения. И выбор дозы зависит от характеристики опухоли в этом случае. Значит, допустим, в зависимости от типа, от характеристик опухоли, когда мы говорим о самостоятельном применении лучотерапии с химиотерапией, разброс дозы у нас составляет 35 до 50 греев в зависимости от агрессивности опухоли. Допустим, при фолликулярных лимфомах мы можем дойти до 45 греев, и лимфома маргинальной зоны, которая считается не такой агрессивной, но в этом мы можем остановиться до 30 греев. Напоминаю, что 15-20 лет назад эта доза доходила до 50 греев. Значит, если мы применяем химиотерапию при различных типах лимфом, то очень важно осуществить ПЭД до начала химиотерапии и после окончания химиотерапии. То есть, и на этом мы базируемся и облучаем только ту зону, где опять накапливается у нас контраст, который показывает об активности опухоли. Значит, после химиотерапии, если мы применяем консолидационную лучотерапию, после химиотерапии, то фолликулярная лимфома, видите, как она доза снижается, она уже составляет только 24 грея. И диффузная беклеточная агрессивная лимфома тоже, если мы имеем полный или практически полный ответ после химиотерапии, то консолидационную лучотерапию составляет 30 греев. Значит, такая локализация экстронодальной лимфомы и глаза, в этом интерокулярная лимфома, которая встречается очень редко. Но не забывайте при облучении, при подготовке плана в поле включить также оптический нерв, практически до хиазмы. В этом случае лучотерапия, она может быть прекрасно применена в качестве мастеретельного метода, и доза, она должна составлять 36 грей. Значит, еще такая локализация, которые лимфомы центральной нервной системы, которые встречаются и нередко. В этом случае после химиотерапии консолидационная доза составляет 24 грея, и после частичного ответа все равно мы поддерживаем высокую дозу 36-45 грей, и в тотальном облучении в самостоятельном режиме без химиотерапии, конечно, мы здесь все равно в любом случае доходим до достаточно высоких доз, до 45-55 грей. Что относится к Т-клеточному лимфому назального типа? Здесь это считается агрессивной лимфомой, и, как обычно, мы знаем, что применяем вместе, совместно с химиотерапией, и берем практически, так сказать, весь регион, где имеется опухолевое распространение, и обычно мы даем свыше 50 грей, доходим до 60, можем дойти до 66 грея в этом случае. Что касается тоже нехоческих экстрандальных лимфом, допустим, мезентериальной лимфомой после получения химиотерапии, если у нас имеется полный или практически полный ответ, то лучевая терапия, доза она небольшая, составляет в этом случае 30 грей. И что касается лимфом желудка типа МАЛЬ, эти лимфомы я, честно говоря, очень люблю, потому что они отвечают прекрасно на химио-лучевую терапию. У меня есть много пациентов, которые я им давала только лучевую терапию, при каких-то обстоятельствах они могли получить химиотерапию. И в этом случае, даже в самостоятельном режиме 30 грей, когда мы даем практически у 98% пациентов, происходит полная регрессия опухоли. Значит, в заключении, что можем сказать, не забывайте, если есть возможность, обязательно используйте ПЭТ. По-моему, сейчас это уже не проблема даже в России, ПЭТ имеется во всех регионах. Не забывайте уменьшить объемы полеоблучения, не забывайте сами объемы облучения, то есть основанные на именно вовлеченные лимфатические узлы и адаптируем дозу, даже если, так сказать, нужно перепрограммировать во время лучевой терапии, тогда тоже идем на это. Так, большое спасибо. Спасибо огромное, Мэя. У нас есть время на один-два вопроса. Есть ли вопросов? Очень интересно. Мы также активно проводим у себя лучевой терапией с лимфомой Ходжкиной, с неходжкинскими лимфомами. Желудок у нас часто бывает. Вот скажите, пожалуйста, как вы проводите предлучевая подготовка? Как проводите? Пустой желудок. Пустой желудок. Обязательно. И лечить, соответственно, на пустой желудок. Да, мы рекомендуем пить за два часа до подготовки лучевой терапии, не есть за 3-4 часа. Вот. И планируем так, и проводим тоже каждый сеанс в таких же условиях. Гейтинг не используете? Нет, при желудке нет. А доктор, уточните, какую лимфома желудковая имеете в виду? Мальты. Мальты и теклита. Да. Спасибо большое. И у меня были вот пациенты, у которых были, представляете, опухоль в 12-перстной кишке. Там его невозможно увидеть. Да? Вот. И тоже мы не уходим выше 30-ти грея. И, в общем, вот, примеры такой подготовки. Идем, они полностью уходят. А какие отступы? Какие отступы? Значит, если вы видите опухоль, да, если она, видимо, мы обычно накладываем тоже КТ с контрастом и магнитный резонанс, мы берем DTV, от DTV вы CTV берете 0,5, и от CTV 5V берете 1 сантиметр. То есть от DTV до 5V – это 1,5 сантиметра. Спасибо большое. Спасибо.